Дорогие братья и сестры, слава Господу! Великая милость Божия окружила каждого из нас. Божья рука хранила нас в мире, хотя вокруг тревожно, но мы спокойно в собрании с детьми празднуем праздники, радуемся милости и благодати Божией. Слава Богу за это! Мы сегодня слышали несколько раз напоминания, чтобы мы Господу были благодарны. И сегодняшний день в вашей церкви еще одно напоминание – благодарно ли мое сердце Господу? Праздник жатвы, который, согласно Священного Писания, как День Благодарения, мы отмечаем в наших церквях, является таким многогранным, и многие моменты нам напоминают наших отношений с Богом, с людьми нашего отношения к Божьему труду. И многие места Священного Писания читаются, и жатва на земле написана созрела. Вот она, правда. Одно место Писания говорит – жатва есть кончина века. Одно место Писания говорит также – «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеяние и жатва, правда? Сеяние и жатва. Когда-то Бог сказал о земле после потопа. Сеяние и жатва не прекратятся. Не прекратятся, пока жизнь на земле. И духовное сеяние и жатва тоже, правда? Не прекратятся. Будет, пока мы будем жить на земле. Я от себя, от церкви своей, деревни Житча передаю приветствие, а также поздравляю вас с этим праздником и желаю, чтобы и духовный хлеб, и насущный хлеб всегда был для вас от Господа. Благослови вас всех, Господь! Я прочитаю некоторые места Писания, которые мне положились на сердце, и хочу вместе с вами немножко о них порассуждать. Это первое место Писания, Евангелие Луки, 15 глава. Два стиха первых. Первый и второй. Приближались к Нему, то есть, Христу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Также читаю Евангелие Матфея из 18 главы, некоторые стихи, начиная с 10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых стих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Итак, нет воли Отца Вашего Небесного, чтобы погиб один из малых стих». Не знаю, как для вас, друзья, для меня данные места Священного Писания очень веские и очень серьезные. Я постараюсь вместе с вами посмотреть Священное Писание, уже не зачитывая, а просто напоминая, как Бог относится к людям и как люди относятся к людям. Своего рода это тоже есть сеяние и жатва, но, друзья, часто Божий взгляд очень сильно отличается от нашего. Очень сильно. Мы знаем Сын Божий Иисус Христос, Который пришел на землю ради спасения людей, не ошибался в своих действиях. Не ошибался. И вот сказано, все мытарые и грешники приходили слушать Его, приближались к Нему. А праведные такие, знаете, в своих глазах, почетные в народе, книжники, фарисеи, говорят ученикам, Он принимает грешника. Для них это такое, знаете, и есть с ними. Это был их взгляд. А Божий взгляд другой, правда? И вот давайте мы, рассуждая на подобную тему, посмотрим свое сердце. На примере людей, описанных в Евангелии, на примере этих случаев, посмотрим свое сердце. Я абсолютно уверен, друзья, что когда звучит Божие Слово, то Бог меня берет и ставит на весы. И мой вес показывает. Твой. А ты вот, я слушаю Слово Божие, тем более я сейчас проповедую, я первый на Божьих весах, и мы все тоже. Итак, друзья, Бог любит каждого человека. Каждого грешника Бог любит. Нет на земле такого человека, которого бы не любил Бог. даже того, что следит на пожизненном заключении, и на его совести много смертей, и ему оттуда уже никогда не выйти на свободу. Хотя осудил его закон, выразили презрение люди, отказались родственники, его прокляли много раз те родственники тех, кого он убил, кому сделал зло. Но даже такого человека, убийцу, насильника, у которого сожжена совесть, его любит Бог. Однажды на одной евангелизации подошел к нам человек и вступил в дискуссию, особенно так больше со мной, и говорит, что вы такое говорите? «Нет, Бог прощает, и всех прощает». Я говорю, «Да, кто покается, прощает». И что ты хочешь сказать, если бы Сталин покаялся или Гитлер, его бы Бог простил. Что я ему не пытался рассказать, что Бог любит человека, но он в конце так сказал, когда уходил. «Люди не простят». Ну да, люди не простят, правда? Люди говорят, «Не прощу». «Не прощу». Нам странно иногда, может быть, уместить Божью любовь, но она такая. Мы прочитали место Священного Писания, где Господь говорит, «Нет воли Отца Моего Небесного на погибель ни одного человека. Нет воли». Почему? Потому что Бог любит человека. Любого. Самого низкоопустившегося и самого гордого, высокого, занимающего какое-то положение. Бог любит одинаково. Всех людей. Ну, с этими, которые повыше, у нас как бы проще, правда? Ну, вот давайте обратим внимание, какое у нас отношение к людям, которые, ну, в самом деле, порабощены грехом и опустились очень низко, очень низко. Я недавно вез одного человека в центр абилитации. Он большую половину, две трети своей жизни провел в тюрьме. и я его готовил по дороге, что его там может встретить. И вы знаете, блатные, которые в тюрьме, блатные, здесь себя такими считают, они живут по каким-то своим понятиям. У них какие-то свои законы, такие, знаете, и я их не знаю глубоко и, наверное, не узнаю, в тюрьме никогда не сидел. Вот. Я его готовил и говорил, если придет человек туда, например, по твоим понятиям выше статуса, тебе надо будет как-то с ним ужиться. А если придет человек ниже статусом по твоих понятиях, по ваших понятиях, тоже надо будет с ним вместе кушать, вместе жить. И я ему показывал, что вот этой грани, когда мы приближаемся к Богу, ваших этих высот, тот выше, тот ниже, у Бога нет. У Бога все люди одинаковые, все хочут спасти. Слава Богу за это. Он смотрел на меня так, ну, не мог этого, наверное, уместить или понять. Другой такой случай был у меня. Мы каждый год, ну, по роду своего служения мы проводим лагерь для инвалидов. И вот однажды приехал один человек из Пинска, тоже много лет отсидевший в тюрьме, он без ног, инвалид, приехал на одно богослужение. Он приехал, он на инвалидной коляске, естественно, без обоих ног. И что-то так ему не совсем понравилось, там проповедь одного брата и прочее. Вот. Но когда после богослужения был уже ужин, я к нему подошел и говорю, послушай, здесь не братва, а здесь братья. и даже те, которые видят тебя первый раз, они тебя любят. Вы знаете, его аж передернуло. Он так раз отстранился от меня. Коля, я пока этого не могу понять. Друзья, и я до конца не могу понять, как Бог любит, но Он любит, слава Ему. Люди не любят, мы можем не уместить, а Бог любит и хочет спасти каждого человека. И вот есть пример в Священном Писании, как люди относятся к грешникам. Вы помните притча Христа о добром Самарянине? Она начинается так. Один человек шел из Иерусалима в Ерехон и по дороге попался разбойника, которые изранили, избили, ограбили, оставили еле живым, и он там на дороге лежит, умирает. Случилось, той дорогой идет священник, не обратил внимания. Вы знаете, я иногда такой дотошный, иногда такой, ну вот мне хотелось бы заглянуть вот в сердце вот этого священника, который пришел, посмотрел и пошел дальше. Ну, не хочется заглянуть, что ты там думал? Ты же священник. Может, я ошибаюсь, но, наверное, он думал, ты с Иерусалима, святого места, там, где Божий храм, ты в этот нечестивый город пошел? Что тебе там не хватало в Иерусалиме? Что? Вот, чего искал, того нашел, а я тут при чем? Твой выбор из Иерусалима идти в Иерихон. Слова Христа всегда имеют значение, не только буквальные, но и духовные. Иерусалим центр, место присутствия Божие, там Божий храм, там все, все события связанные тысячи лет с Иерусалимом, а ты куда идешь? В Иерихон, в этот проклятый город, ты выбрал туда идти? А, пошел. Левит шел, что в его сердце? Ушел. Тоже служитель храма, тоже служитель Божий. И шел самарянин, не из этого народа, человек, которого евреи за человека не считали, если самарянин сел на скамейку, еврей не сядет. Она уже сквернена. Самарянка, помните, сказала Христу, ты что не знаешь, самаряне с уйдеем и не сообщаются, ты воды в меня просишь, я тебе с моего кувшина, с моего водоноса дам тебе воды. То есть, она им, наверное, думала, что ты себе позволяешь? Для меня это скверно, и тебе тоже должно быть скверно. мы же не сообщаемся. Один псалом поем, не знаю, вы поете или нет, про вот эту притчу. И там в конце такие слова. Так Христос, как самарянин, всех Он любит нас, и грехом обремененных нас от смерти спас. Слава Богу! Друзья, в этой притче Бог показал, как относятся люди и как относится Бог к грешнику. Как? Хочет спасти так Христос, как самарянин. И многие притчи, которые Христос говорил об этом, есть отношение людей, а есть отношение Божие. Мы знаем притчу о блудном сыне. Помните? Отношение отца, как прообраз небесного отца, Бога и отношение брата. Этот сын твой расточил все, плохо, что так сделал. Конечно, и Бог это осуждает, что так сделал. Но Бог хочет спасти любого человека. Хочет спасти. Говорит, когда он был еще далеко, блудный сын, возвращаясь домой, уже отец побежал ему навстречу. побежал навстречу и помиловал его. Он пришел, хотел рабом быть, слугою, лишь без голоду не умирать. Отец как будто этого не слышит. Одет опять в одежду праведности, прощенный, помилованный, а вот брат не уместил этого. Брат не уместил любви отца. Брат не уместил любви отца. Или, например, притча Христа. Все они тут рядом возле этих мест священного писания, которые я прочитал. Притча Христа о потерянной овце. Некто имел сто овец и одну потерял. Одну потерял. Скажите, когда пастор заботится о стадии овец и одна уходит куда-то непонятно куда, пастор виноват или овца. Конечно же, он не хотел бы, чтобы она ушла. Но есть такие люди, которые уходят очень далеко от Бога. Очень далеко. Ну что, это же ее выбор, правда? Это же ее выбор. У меня еще девяносто девять. Это ее выбор, этой овцы. Она пошла блуждать. Она пошла туда, где дикие звери где-то заблудилась, где шакалы степные. Она, а Христос, говорит, оставляет девяносто девять, пришел, все овцы посчитал, не хватает одной. Эти в безопасности, в загоне пошел искать пропавшую овцу. И говорит, если бывает, что найдет, то радуется и соседям похвалится еще. Я нашел мою пропавшую овцу. А кто-то скажет, а я бы за ней не пошел. А я бы за ней не пошел. А Христос говорит, что когда возвращается пропавшая овца, то радость на небе. Радость на небе. Об одном грешнике кающемся. Слава Богу. Я помню свидетельство одного брата, его покаяние. Говорит, когда я вышел на покаяние, он был очень тяжело больной, еле вышел вперед и совершил покаяние, сказал, хочу покаяться, помолитесь за меня. И говорит, пастор спустился ко мне и спрашивает, говорит, «А ты знаешь, что сейчас происходит на небе?» Я, говорит, так разволновался, что вышел такое волнение. Я, говорит, уже не знаю, что здесь происходит, а то еще на небе. Думаю, что ты меня спрашиваешь? Вот. А он, говорит, ты не знаешь, то я тебе скажу. Сейчас, говорит, все небо пришло в движение. Все небо в движение пришло, потому что один погибший, один блудный сын к отцу возвратился. Друзья, вот такое Божие отношение. Каждому грешнику Бог желает спасать людей. И он желает это делать через нас. Не ангелы с неба придут проповедовать и светить светом Божиим, о котором написано нам в Нагорной проповеди Христос сказал, так да светит свет ваш пред людьми, как свеча на подсвечнике, как город, стоящий наверху горы. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. Бог хочет через нас это делать. И мы можем это делать только при одном условии. Если мы способны этих людей уместить, уместить, Христос сказал, я прочитал, мы все слышали, говорит, не презирайте ни одного из них, не презирайте, нет воли Отца Небесного, чтобы кто-нибудь погиб. Если мы не способны уместить, мы никогда не проявим заботу о его спасении, этого человека. Не проявим. когда мы проникнуты божественной любовью, какую Он имел и имеет к нам, как написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, не за наши добрые дела, нет, Он полюбил грешника меня и спас грешника, слава Ему. И я буду в вечности только потому, что Он грешника полюбил меня и спас меня, не потому, что я такой хороший. И Он любит всех людей. То, что меня, вопросов нет, да? Я понимаю, слава Богу, любит меня, но Он любит всех. Он принимает грешников и есть с ними, люди не могут этого понять, а Он такой, а Он такой. И вот это правильное отношение к погибающему человеку, оно дает расположение нашего сердца. Что-то делать, исполнить в этом волю Божию, как некоторые богословы говорят, самое великое поручение Божие какое? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это самое большое поручение. Не надо ждать откровения, не надо ждать какого-то водительства родственникам, соседям, по работе, по учебе, где с людьми встречаешься, проповедовать Евангелие словами и жизнью своей. Здесь особое посланничество не нужно, оно уже есть, Божие повеление, проповедовать Евангелие, но, ну, есть люди разные, правда, с одним приятно поговорить, приятно, а другой не такой. Не потому, чтобы похвалиться, друзья, но так в моей жизни было за все, Богу слава. Вы знаете, когда были такие случаи, несколько я спасал от смерти, чтобы не замерзли бомжи, у меня дети еще были маленькие, вы знаете, у меня девять детей, они все еще были дома и маленькие, и даже негде было его положить, спать. Я в прихожей, такой диванчик, некоторые из вас кто у меня был, знаете, заходишь, там такой диванчик маленький, там даже выпрямить ноги не возможно, ну, куда мне его, не некуда деть, вот. И когда, ну, я его привел, он, может быть, лет пять или сколько не мылся и не стирался, и я, ну, его мыл там в ванной и прочее, вы знаете, друзья, если не полюбишь, не будешь помогать и спасать. Это точно. Мыло не берет. Я уже могу говорить свободно, его нету в живых, вот. Мыло не берет. Так я щеткой, которую ковры моете, знаете, такая короткая, такая грубая, вот, я намылю, и этой щеткой его, вот, от кожи отдирал, отмачивал эту грязь, вот. надо полюбить грешника, чтобы можно было его спасать, правда? А не полюбишь, не будешь спасать. Интеллигентный, это другое дело, знаете, человек одетый, пахнущий, такой, знаете, ну, такой приятно с ним поговорить, само собой, что-то сказал ему, в собрание пригласил, а этих мытарей за людей не считали, а этих грешников опущенных не считали за людей, а он принимает грешников и есть с ними. И, друзья, как нам важно хранить свое сердце, чтобы не пренебрегать никаким человеком, не пренебрегать. С одной стороны, это тоже наше сеяние, наше сеяние, это тоже что-то такое, что мы придем к Господу с плодами. Прекрасно поют дети, кто-то с ними трудится, это их труд, это их плоды, многое другое, вы знаете, что мы в жизни встречаем, но это служение, спасение людей, оно перед Господом стоит на первом месте, на первом месте, и надо их вместить, этих людей, надо их вместить. Да, мы можем сказать, да, это же его выбор, да, иногда, иногда вроде как и невозможно человеку помочь, делаешь для него все, он пренебрегает, он пренебрегает. Сегодня я с одной женщиной пытался ее уговорить, она погибает в алкоголе, еще молодая, пытался ее как-то, ну, уговорить и согласиться поехать в центр абилитации, или как-то вот, не надо мне помогать, я сама выберусь. Она выбирается уже много лет. Как люди говорят, уже одна рама, кожа и кости, худая, вот, мучает сатана этим грехом. Да, люди так относятся, но тем не менее, знаете, можно сказать, ну, не хочешь? Но тем не менее, Бог любит людей, нас призывает любить и бороться за людей, за спасение душ, пока они еще на земле, когда уже их не станет поздно, уже никакая панихида не спасет. Пока человек жил, то Господь говорит, нет воли Отца вашего Небесного на погибель ни одного. Нет воли. Пусть и нашей воли не будет, друзья. Пусть сердце наше будет расположено. В этом служить Господу, в этом иметь благословенные плоды, в этом прославлять Бога, умещая каждого человека, желая ему добра и спасения его души. Да, это что-то от нас требуется. Прежде всего, внутреннее решение, но это жизнь. И что-то от нас требуется. Наше служение. И пусть наши сердца будут расположены к исполнению этого великого поручения Господа нашего Иисуса Христа. В заключении расскажу свидетельство, которое я слышал от брата. Я его видел в служении, как бы, ну, знаю. Вот. Оно меня лично очень тронуло, это свидетельство. Он поет в группе, они много ездят, проповедуют Евангелие. И однажды, говорит, в одном месте была назначена евангелизация, там большое очень селение. И мы заранее в микроавтобусе, мы, говорит, приехали всей группой, чтобы аппаратуру расставить, ну, приготовиться все, и провести служение. проповеди Евангелия такой, евангелизационные. И только мы, говорит, въехали в это селение, только въехали. Чуть-чуть проехали, я, говорит, так, сижу возле окна и смотрю, лежит пьяный под забором. А еще рано, утро. И думаю, объявления же развешали заранее, ты же знал, что все знают, что сегодня там будет группа проповедей в вами. Напился уже с самого утра, не надо тебе ни Бога, никто. Вот так в сердце, как бы, уничижил его. Ну, и провели, говорит, мы собрание. Все, возвращаемся такие, послужили, потрудились. Вот. Возвращаемся, говорит, нам далековато ехать, много, несколько сот там километров. И кто-то из братьев предлагает, говорит, давайте свернем тут с трассы, недалеко есть одна деревня, там живет пожилая сестра. И мы ее проведаем, давайте. Она там одинокая, мы ее проведаем. Все равно мы едем, как бы мимо, недалеко. Ну, давай. И мы всей группой, говорит, микроавтобусом заезжаем к ней. Она, конечно, довольно рада, кого-то знает из нас, кого-то не знает, но рада, что ее посетили. Мы в нее побыли, там, подкрепили, так сказать, побеседовали, все, помолились. И она стоит в дверях, а мы все идем, и каждый ей руку подаем. С Богом, сестра, с Богом. Говорит, я иду последней. Она мне руку тоже подала. Говорю, с Богом. Я хочу руку забрать, а она держит. Я смотрю на нее. Она говорит, а я тебя сегодня видела. Ты меня? А что ты была на вигнализации? Так это ж столько километров. Нет, говорит. Я там не была. Я там не была. И я тебя сегодня утром видел в микроавтобусе, мне Бог показал. Ты сидел возле окна и смотрел на пьяницу, которая лежала под забором. И ты уничижил его в сердце своем. И мне Бог сказал, я сегодня этого человека пришлю к тебе в дом, и ты его облечи. И вот тебя Бог прислал, чтобы я тебе сказала. И Бог сказал, если не покаясь, погибнешь. И отпустила руку, говорит, и я пошел. Я знал, что такое сказать. Она не знала. Я никому даже вслух не произнес, что я думаю про этого пьяницу. Я, говорит, каялся и плакал перед Богом. Боже, прости. Я проповедую Евангелие, а посмотрел на этого грешника, несчастного под забором, и я уничижил его в сердце своем. Я уничижил его. Я, говорит, просил у Бога прощения. Друзья, может быть, у нас иногда так, в наших сердцах, нет воли Отца Небесного, чтобы кто-то погиб. Пусть наши сердца будут способны вмещать. Пусть они становятся больше и больше, чтобы вмещать людей. Не грехи их вмещать, нет. Грех Бог осуждает. Грех Бог осуждает. А грешника хочет от греха спасти. Слава Богу, что всех нас он спас. И делает это и дальше, спасая людей, благословив всех нас, Господь, на сотрудничество с Богом, как апостол Павел однажды сказал, мы соработники у Бога. Слышишь, брат, сестра? Мы соработники у Бога. Бог хочет спасать грешников. Бог любит грешников. Мы соработники. Будем такими соработниками. И когда придет тот момент, о котором сказал Бог, жатва, есть кончина века, тогда ты придешь с плодами, с настоящими плодами, предстанешь пред Богом. И имя Божие будет прославлено и благословенно. Итак, друзья, наше время уже пришло к концу служения мы будем Господа благодарить за Его великую любовь и, как Слово Божие говорит, за неизреченный дар спасения. Этого нельзя изречь словами, высказать, как Бог любит и как Он спасает людей. Это что-то такое величественное, больше, чем наши слова. Это любовь Божия. Мы будем за это Господа благодарить. Мы еще раз в этой молитве поблагодарим, что земля дала свой плод. Почти два месяца не было дождя, но тем не менее выросло. Бог дал милость, слава Богу, выросло. Где-то меньше, где-то больше, но урожай есть в нашей стране, на наших огородах. Это милость Божия. Будем благодарить Господа. И смотря на эти плоды, будем ревновать, чтобы как земля дала свой плод. Боже, мне помоги быть плодоносным в Твоем Царстве для Твоей славы, для спасения людей. Мы еще раз поблагодарим Господа за доброе и благословенное время, в которое живем. Поблагодарим Господа за это служение, уже второе праздничное служение в вашей церкви. Слава Богу за все. Будем Его благодарить. Слава Богу за все.